Атомная молодежь 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 Люсь, мне кажется, ты не все нам рассказываешь Я точно знаю, что были челленджи Которые, стоя на руках в стойке Нужно было снять футболку или одеть ее И тоже очень многие приняли участие Я видела это И это достаточно интересно И вы рисовали на карте города Мы рисовали треком Чтобы пробежать Картинку какую-то Конкретно я с клубом на старт Собрались в один прекрасный день Придумали птичку И нарисовали Она у нас вышла почти на 6 километров Очень хорошая Кто-то сказал, что похожа на грача Но мы решили, что это и будут Прилетели грачи Кто-то рисовал котиков Кто-то рисовал цветочки В общем, на самом деле Тюльпаны там еще были Причем это было еще очень много снега Народ выходил прямо на аэродром И по колену в снегу На поляне пытались нарисовать эти цветочки Было очень красиво Слушай, Людь, это просто круто А чтобы войти в эту команду Нужно было набрать Максимальное количество баллов Я так понимаю Какие-то там баллы вам Каждой команде присваивали Чтобы войти В число победителей Не совсем в команду Получается, в мою команду Можно было войти Просто, например, выбрав меня Среди всех амбассадоров Либо обратившись ко мне И сказав, что Люсь, хочу Да не вопрос, пожалуйста Только рады всегда Друг друга все звали У меня была очень хорошая команда Все очень активные Довольно замотивированные Видно было, что люди прям встают лишний раз Даже чтобы поговорить по телефону Выходили в коридор Наворачивали круги Чтобы шаги нахаживались на часах Я хочу сказать большое спасибо Своей команде Что меня поддерживали Что помогали Не забывали делать свои активности Отдельное спасибо Хочу сказать клубу на старт Которые меня в самом начале пути Очень хорошо поддержали Безумное спасибо Родителям Мужу Семье И, конечно Моим любимым Дорогим спортсменам Которые со мной Плечо в плечо Везде тренируются И выступают на соревнованиях Мы самая лучшая команда Я вас очень всех люблю Вы самые крутые Не забывайте об этом И помните Ожидала, что твоя команда Будет среди победителей? Я очень хотела Я очень хотела Чтобы команда была Среди победителей Честно Все знакомые говорили Люся, это твое Надо как-то попробовать Надо заявиться Зарегистрироваться Муж пришел Сказал Ты давно хотела на Эльбрус Вот есть ради чего Ну, то есть Это все-таки была твоя мечта Ты хотела В 2018 году Когда я родила дочь У нас знакомые Пришли с Эльбруса Как раз из команды Вездеход Алексей Евдокимов Показывал фотографии Я вот смотрела Белой завистью завидовал Да, я понимаю Такая красота И я понимаю Что я очень хочу Я тогда к Леше подошла Леша, все Возьми меня куда-нибудь На какой-нибудь поход Или как это правильно сказать На горы На какие-то На восхождения Он сказал Ну, давай Подумаем И вот как-то в начале Прошлого года Я прям подошла Все, Леша Я говорю Хочу По-другому никак Очень надо Он сказал Все, я понял Ты настойчивая Мы тебя берем И тут как раз Появляется Вот этот проект И я поняла Что надо Надо пытать свое счастье Попробовать Леша, конечно Был из числа первых Кто пошел Сказал Люся, мы отправим Тинайдбрус Я была очень рада Что он был тоже В моей команде Люся, ну давай Теперь поговорим О твоем восхождении Найдбрус Как было организовано Ваше путешествие Вообще Кто был руководителем Вашей команды Кто помогал Во время путешествия Восхождения Сколько всего Был человек Парней Девчонок Вот все это Нам чрезвычайно интересно Скажи, пожалуйста Организовали Эту поездку И вообще проект Атом Спорт Вместе с Айлов Раннингом И Росатом Соответственно Нас собрали И дали Замечательно Гидов Которые Из Пятигорска Они в принципе Занимаются уже Относительно давно Сопровождением людей На Эльбрус У них очень большой Опыт У нашего гида Старшего Было уже 12 Восхождений Конкретно на Эльбрус Ну и очень много Восхождений На другие горы С нами был Куратор Который Курировал Наш проект Виктория Она работает В Айлов Раннинге Ей разрешили Сопроводить нас До самого Конца И она тоже Зашла на Эльбрус Нас было Семь девушек Вместе с Викторией Которая наш Куратор И трое Мужчин Люся А требовалась Какая-то специальная Дополнительная Подготовка Начальная Или требования Может быть По здоровью Или физической Подготовки Ну вообще Зош-амбассадорами Были практически Все спортсмены В принципе Подготовленные люди И очень вовлеченные В этот проект Прям удивительно Вовлеченные Я считаю Что подготовки Хватало всем Но наверное Сложнее всех Было нашему куратору Потому что Она прям готовилась Основательно Она живет в Москве Перестала передвигаться На транспорте И стала в основном Ходить пешком Чтобы у нее Всегда выходило Хотя бы там По 5-7-10 километров Вот Стала очень часто Ходить на танцы Я особо ничего В своей жизни Не меняла В плане подготовки Просто тренировалась Ты так каждый день бегаешь Тренировалась так же Как тренировалась Единственное Что нам прям Строго-настрого Сказали За неделю До поездки Снизить нагрузку У меня правда Не получилось Я съездила на соревнования На велосипедах Но ничего Зато хорошо выступили Больше По здоровью Ну были ограничения Конкретно Если что-то такое Прям Сердеечные Заболевания Каждый 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 Сто метров Как сказал Гид Все Безопасить Как еще Прохладненько Проходит еще Пять минут Штаны Уже высохли Ты уже Хочешь раздеться Уже тебе Куртка Кофта Не нужны То есть Погода Меняется На самом деле Колоссально быстро И когда гиды Тебе говорят Возьмите там Шапку Ты такой Плюс 30 Внизу Нет Ну то есть Там прям наверху На самом деле Начинает Меняться Очень сильная Температура Какая минимальная Температура была Ну на самой горе Минус 15 Была у нас Но это считается Довольно тепло То есть Если прям зимой Там к минус 40 Я так понимаю Но по ощущениям Те минус 15 Это не наши Здесь минус 15 Там довольно сильный ветер И на само восхождение На мне было очень Как и на всех Много одежды У меня были Две пары Теплых носков Дальше Флисовое Термобелье Верх и низ Лыжные штаны На них еще одни Можно сказать Сноубордические штаны Потом теплая Флисовая кофта Потом Штормовая куртка Пуховая куртка Флисовые Толстые перчатки Сверху на них Еще верхонки Толстые перчатки Потом еще Двухслойная шапка За спиной рюкзак В котором Литр кока-кол 0,5 чая И 0,5 воды Еще куча Запасных варюшек Потому что Если тебя сдует За ней бежать Нельзя Все Просто попрощался Потому что В горах Никто не бегает И дальше Ты все Обязательно Капюшон одеваешь Потому что Очень сильно дует В уши Прям Прям продувает Обязательно Маски Перчатки И очки Причем Очки солнцезащитные Специально Четвертой степени Защиты Иначе Глазки Прям не могут смотреть Там очень разряженный Воздух И очень Яркое солнце Люсь Расскажи Как Проходила Акклиматизация У вас Ну условно Самое важное Нужно заходить Каждый день Выше Чем ты был Вчера И спать Ниже Чем ты зашел То есть Основная Как бы Идея такая То есть Мы жили На высоте 2,2 В первый день Мы зашли На 3200 км Там посидели Вот 40 минут Встретили дождь Спустились вниз На следующий день Мы поднялись До 2700 На канатной дороге Оттуда Мы поднялись Дальше пешком По бездорожью Прям по скалам Ну как бы Скалы, камни Вот тут справа Обрыв Тут слева Какие-то дырки В общем На самом деле Интересные были ощущения На 3450 Там мы тоже посидели Именно Нужно на этой высоте Понаходиться Не меньше 40 минут Вот в среднем Где-то 40 минут Должны все посидеть Чтобы Климатизация прошла Успешно Там безумно Красивые виды На самом деле Все наши Аклиматизационные Выходы Занимали В среднем 10 часов А то и больше Потому что В гору Поднимаешься Медленнее Самое Медленное Я засекла Это было 45 минут На километр Я думала Я не могу С такой скоростью ходить Оказывается могу То есть Это безумно Медленно На самом деле И непросто И кажется Что вроде Что такого Гора Вон ты же ее видишь Да вот и нет А самочувствие Как было У тебя У ребят Были проблемы Какие-то С состоянием По здоровью На этой высоте Не было А вот Когда Мы получается До 3400 Собрались Спустились Потом вниз И вот На следующий день Мы переехали На 3700 Там мы жили В бочках Прям такая бочка Десятиместная Все вот мы Мальчики и девочки Жили в одной бочке Спали Ну словно полки И ты там В спальнике спишь У нас было Как у цыган Все вещи сушатся Там куча веревок Незабываемые Незабываемые ощущения Там вот У меня уже Начала немножко Болеть голова Но это как раз Считается Первая степень Или как Первая стадия Горной болезни Когда болит голова То есть чуть-чуть Повышенное давление Считается Что людям По старшему возрасту У них как-то Не так-то явно И вот у нас Был один мужчина Андрей Буньков Ему 56 лет И у него Не было никаких проблем Ни голова не болела Но физически там Я считаю Что все подготовленные были Был тоже Иван Еремеев Он Ему 42 года Так вышло Что прям Ой, 41 год Так вышло Что прям В первый день Нашего заезда У него был день рождения Он никому не сказал Сказал только Когда у нас была Ложка знакомства Мы передавали ложку Друг другу И рассказывали что-то О себе О своих каких-то интересах Увлечениях Как вообще Попали сюда Ну и просто Что хотели сказать Может быть Там другим Амбассадорам При знакомстве И он такой Меня зовут Иван Так вышло Что у меня сегодня День рождения И такая пауза И все не знают Что делать А потом Только поздравляю Стали хлопать Поздравлять Он застеснялся Но на самом деле Очень замечательный Мужчина Вообще Вся команда Очень дружная Оказалась Точнее не дружная Это было Мы никто Никого не знали Вообще Просто первый раз Друг друга видим Я знала Одну единственную девочку Ну знала Как она выглядит Это Вероника Иванова С Соснового Борка Вот И я тоже получается Их всех не знала И мы настолько Сдружились В таких Наверное Не совсем простых Жизненных обстоятельствах Когда ты понимаешь Что жизнь Твоего Так сказать Друга Уже теперь Или командника В любом случае Товарища Зависит и от тебя В том числе Потому что Конкретно на горе Были такие моменты Когда без помощи Друг другу Просто невозможно И все прям Плакали Даже мужчины Когда Все разъезжались По домам И прям Это конечно Невероятное ощущение От эмоционального Настроя Как бы в команде Несмотря на то Что большинство Друг друга Видели Просто первый раз в жизни Люся Расскажи Какой самый Запоминающийся момент При восхождении был Что было Самым неожиданным И интересным И было ли вообще страшно Честно скажу На самом деле Наверное Самый запоминающийся Был момент На контрольной тренировке Когда я поняла Что у меня болит голова И это жутко неприятное чувство То есть я могу идти Но голова Как будто бы Забирает силы Именно эмоциональные И прям желание Куда-то идти Пропадает И мы тогда спускались Дошли до скал Стали спускаться И в нас проводили Ледово-спасательные Зимние работы Мы должны были Заниматься самозадержанием То есть мы прям Падали с горы Брали ледоруб И себя пытались Задерживать У кого-то получилось С первого раза У меня с первого раза Не получилось Я прям еду И не могу остановиться И понимаю Что я еще долго Видимо буду ехать Потому что ледоруб Мне как-то почему-то Не помогает Мне сказали Первый раз Что я ехала на Баку Второй раз Я попробовала Получилось Я все подготовилась Я знаю куда ледоруб Все проверила И я вот Получается зарубилась Снег со льдом И я вот как еду И ледоруб прорубает Этот снег со льдом И я дальше еду И никак не могу Задержать себя И вот тут у меня Понимаю Что я сделала все правильно Если в прошлый раз Я ехала на Баку То сейчас я сделала все правильно Но я еду дальше И все Пока не изменился Видимо структура снега И все-таки ледоруб Не зарубился Вот Я проехала где-то 20 метров Я думала ну Видимо сейчас пойду Еще третий раз делать Но гид сказал Нет Все нормально Просто вот такая структура Имею ввиду Что можешь проехать Очень далеко И вот у него опыт был Что он проехал 70 метров Разогнался почти Ну в среднем там посчитали 40-50 километров в час И на этой скорости На самом деле Очень сложно Что-либо сообразить И самое главное Что нужно задирать ноги Потому что на ногах кошки Если ты их опустишь Тебя разворачивает Вьет соответственно Головой И ты уже как бы Едешь дальше Но не контролируешь процесс Вот это было Осознание Видно у всех На глазах Мы сюда Приехали Не хихоньки Хахоньки заниматься То есть Все вот именно На этих работах Осознали Насколько Вечером Легали спать Уже уже на гору, на гору. То есть это глубокая ночь, и всю ночь ты должен идти. Вот это прям сломало шаблон моих дней. И самое такое неприятное место, на котором нельзя вообще останавливаться, это косая полка. То есть там довольно резкий такой подъем идет. Ты светом фонаря видишь только соседние кошки, все должны идти в ритм, потому что мы идем все вместе у нас на восхождение три гида. То есть получается старший гид Валентин, пять человек, потом Михаил гид, он только на восхождение появлялся. Опять пять человек и Даша. И получается все контролируют гиды людей. И мы прям идем вот от вешки. Вешка это такая палочка, которая указывает как бы точность твоего пути. То есть это нельзя идти сильно выше или сильно ниже, там не проверено. То есть нужно идти по вешкам. И соответственно гид ведет по вешкам. И все вот так вот прям таким паровозиком и идут. Избиваться тоже очень плохо, потому что иначе растягиваются все, или ты начинаешь наступать на соседа, или головой опираться в его рюкзак. То есть нужно держать дистанцию. Вот. И где-то, честно говоря, сколько мы были в седловине, я точно не помню. Мне кажется, мы шли часа четыре без остановки. Причем там так интересно, уже мы обходим восточную часть Эльбруса, там дальше седловина, она на саму вершину, на западную. И вот я уже иду, уже чуть-чуть светлеет. Также светишь фонарем, особо больше ничего вообще не видно, на самом деле. Сильно дует ветер. И видно, что уже западная наполовину светится, потому что солнце взошло, но она еще не вся освещается. И прямо такая резкая полоса, то есть вот она светленькая, беленькая, и тут тут же темненькая такая, прям, ну, черная в темноте. И вот мы потихонечку, когда заворачивали вот в седловину, там ее уже видно, и тут начинал очень сильный-сильный ветер вообще дуть. Снег, и местами прям просто встаешь, потому что сдувает страшно, сделать шаг, и думаешь, и вот тут уже начинает светлеть, все равно уже общий свет, и понимаешь, какой там уклон. И тут ты вспоминаешь, что ледоруб у тебя за спиной, он не в руках. И, в общем-то, как себя спасать с этими палками? Непонятно. Потому что ледорубы, ну, были пристегнуты, с палками идти проще. То есть с ледорубами идут, ну, так сказать, более подготовленные альпинисты. В принципе, все дошли, но не в принципе, все дошли. Единственное, что он на косой полке двум девочкам стал не очень хорошо, вот, им было тяжело, и гиды с ними конкретно уже доходили. Так прям уже хотелось дойти. То есть я считаю себя довольно подготовленным человеком, голова уже начинала болеть, и на самом деле очень чувствовалась сильная нехватка кислорода. То есть дыхание становится такое частое, неглубокое. Такое чувство, что каждый раз на 15 этаж поднимаешься, и так сильно дышишь, дышишь, дышишь. Что там на вершине было? Какие первые ощущения, чувства, что видела? Вершина, ну, не то чтобы она такая желанная, но весь путь до нее занимает намного больше эмоционального, так сказать, терпежа, чем сама вершина. Там, когда сидишь в седловине, там очень такой виден вот этот вот резкий такой уклон, на котором все идут уже в связке. И вот здесь еще отдельная система, когда ты понимаешь, что если ты упадешь, вся твоя связка, как гирлянда, посыпется. Понятно, что у нас есть там специальные перила, мы были к ним пристрахованы, но там очень крутой уклон, причем мы, ну, понятно, там траверсами шли, но оно прям уже светло, и уже ты понимаешь, насколько это тяжело. Были люди, кого, так сказать, горная болезнь чуть-чуть побольше, у меня просто болела голова. А у кого-то пошла в моральный уклон, и передо мной прям шла девочка, и просто она взрыв плакала от того, что зачем мы все... От счастья. Ну да, зачем мы все сюда идем? Что за подарок такой? Че вообще на этой горе нам надо? То есть, ну, прям, видимо, было тяжело. Ну, она, как бы, как-то сказать, это не совсем она говорила, это, видимо, совсем внутренний голос, но я шла прям за ней, я хотела ее поддержать, и я понимаю, что я просто реву. Ну, я не могу, она так на взрыв плакала, и что делать-то? Мне же тоже тяжело, тоже же голова болит. Такие вот, ну, ощущения совсем никогда этого тяжело. Это прям отдельный был, какой-то параллельный мир в эту поездку, вот вся она совсем, вот что-то другое, такого никогда у меня еще не было. Был, конечно, она и песни пела, временских музыкантов, я пыталась ей подпеть, обе на взрыв там плачем. Поэтому, не знаю, тут гора, конечно, это относительно все эмоционально такое. Ну, конечно, когда мы дошли, вот этот вот очень крутой уклон, там у нас была остановка, и вот на этой остановке уже прям видно вершину. До нее еще надо идти, где-то минут 40, но ее уже видно, все, вот она уже виднеется. И там уже был пологий довольно уклон, вот, здесь, конечно, все уже шли, у всех откуда-то появилось второе дыхание, заново открылись новые силы, мы дошли, и, честно, на горе все плакали, но девчонки так все обнимались и просто плакали, девчонок семь человек, конечно, там на взрыв вообще такие пустили слезы. Деньки. Слезы счастья. Люсь, поход оправдал твои ожидания? Что в целом значил он для тебя? И что ты хочешь сказать команде организаторов и ребятам, которые были с тобой рядом все эти дни? На самом деле, наверное, среди всех ребят я дольше всех собирала мысли в кучу. Очень разные эмоционально и физически, и вообще ощущения такие, то есть впечатления от этой поездки. Я хочу, конечно, сказать всем огромное спасибо. Несмотря на то, что я знала этих людей получается 9 дней, то я поняла за этот короткий срок, что на каждого можно положиться, каждый поможет всем, чем сможет. Великолепные гиды умеют успокаивать, настраивать, то есть они свою работу выполняют очень хорошо. И я, конечно, организаторам хочу сказать невероятное спасибо. Не знаю, как можно выразить такое спасибо. Это самый запоминающийся, конечно, подарок, ну или, как сказать, выигрыш, да, за победу в проекте. Это невероятные запоминающиеся эмоции. Команде хочу сказать спасибо за поддержку, за дружбу. И там были такие люди, мы прям команда. Общаясь с Людмилой, всегда хочется сказать, невозможное возможно, и это действительно так. У тебя огромное количество спортивных достижений, а теперь еще и восхождение на Эльбрус. Люся, а что дальше? Какие цели перед тобой теперь ты ставишь? У меня появилось очень большое желание. Я люблю очень разные забеги, в том числе трейловые, но после такой горы мне захотелось поучаствовать именно в горном забеге. Так вышло, что конкретно наш гид проводит такой забег в Пятигорске, называется Бештагурский крест. Там 16,5 километров, кажется, что немного, но набор высоты 2000 метров. То есть там постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, и среднее прохождение дистанции считается 5 часов 17 минут. То есть 16 километров в 5 часов это очень долго считается. Очень захотелось, так сказать, попробовать себя вот в этом направлении. А так я безумно люблю ориентирование, и моя любовь с ним как осталась, так и будет. Поэтому какие-то новые старты, может быть и старые, просто новые достижения. Людь, мы тебе желаем, чтобы твои мечты обязательно осуществились. Огромной тебе удачи, успехов во всем. Спасибо огромное, что приняла участие в нашем эфире. Удачи, успехов, спасибо огромное. И вам тоже спасибо, что пригласили. До свидания. Продолжает наш эфир постоянная рубрика «Новостной трек». Все события молодежной жизни в фокусе нашего внимания. 11 сентября в зале мини-футбола спорткомплекса «Калининская С» прошла вторая инженерно-конструкторская игра «Цепная реакция». Каждая команда собирала оригинальную конструкцию, которая состояла из заданного количества отдельных элементов. Созданная конструкция должна была соответствовать эскизам, чертежам, которые были выданы каждой команде перед началом состязания. Перед командами стояла непростая задача. В сжатые сроки придумать и сделать из досок, водопроводных труб, пластиковых стаканчиков, веревок, воздушных шаров и другого нехитрого материала рабочий механизм, основанный на принципе домино. Определение победителей проводилось в финале путем подсчета баллов по ряду параметров. По результатам запуска механизмов победителем стала команда Инжир. Второе место заняла Фиалка, а третье место присуждено команде Турбо. В августе в Крыму прошел ежегодный фестиваль Таврида Арт 2021. Уникальные возможности для молодых россиян, образовательные программы, кастинги для самых творческих и амбициозных. В этом году мероприятия совместились с еще одним масштабным проектом форумом президентской платформы Россия страна возможностей. Творческая лаборатория под открытым небом, пространство для самых смелых экспериментов и поиска неожиданных решений. От Калининской С фестиваля приняла участие Екатерина Кузьмина. Слово Кате. Всем привет! Я только что вернулась с фестиваля Таврида Арт, который проходил в Крыму с 8 по 12 сентября. Участники фестиваля это молодые деятели культуры и искусства, участники различных всероссийских фестивалей, представители волонтерских движений, общественных организаций и участники проекта Мы вместе. Мне повезло из-за моих достижений в волонтерской деятельности в нашей молодежной организации «Атомная молодежь» меня поощрили поездкой на фестиваль. Я жила все это время в палатчином городке, хотя с тем количеством интересных активностей в палатке я только ночевала. На территории Таврида было множество образовательных лекций, таких как о том, как быть волонтером и при этом не выгореть, где найти мотивацию и как создать свой волонтерский центр, различные мастер-классы, где я сама смогла нарисовать картину и создать свечу, а вечером настоящие живые концерты популярных исполнителей. С удовольствием слушала выступления группы «Моральный кодекс», «Манижи» и других. Но самое главное в этой поездке это общение с другими ребятами, обмен идеями и опытом. Еще я познакомилась с отличными ребятами из других дивизионов «Росатома» и им хочу сказать отдельное спасибо за ту поддержку, которую они мне оказывали, когда я выступала со сцены и рассказывала про наши проекты. Это была отличная поездка, я зарядилась новыми эмоциями и готова работать дальше. Дорогие друзья, вот и подошел к своему логическому завершению очередной выпуск проекта «Атомная молодежь». С вами были Елена Парфенова и Антон Пискарев. Будьте активны, позитивны, слушайте проект «Атомная молодежь». До новых встреч! Пока-пока! Атомная молодежь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова